Девушки отдыхают Слушай, а чего ты решила, что Ларина тебя выгонит? Я не знаю, я уже просто ни в чем не уверена, понимаешь? Я так хочу с ней работать, я ради этого сделаю все. Прямо таки все. Мишенька, пожалуйста, пойми, это мой единственный шанс в жизни. У меня другого такого шанса не будет. Если я упущу его, то мне придется вернуться в эту дыру. Что я буду там делать? Вокал преподавать в доме пионеров? Ну, а что плохого? По-моему, нормально, свежий воздух, работа с молодежью, нет этого московского смока. Ты издеваешься надо мной? Вкалывать там за гроши? Я не ради этого приехала в Москву, понимаешь? Я просто хочу помогать родителям. Я просто хочу чего-то добиться в жизни. Жан, ты же плохая актриса. Ну, какие родители? Ты вообще когда последний раз маме звонила, а? Ты мне не веришь. Ну, да, это естественно. Мои родители простые люди, а? Твой отец сам Романовский. Тебе-то волноваться не нужно. У тебя уже все в жизни устроено. Все сказала? Теперь я скажу. Да вы все с ума посходили с этой Лариной. Он у Гуцула вообще крышу снесло на почве какой-то призрачной славы. Что это такое? Ты вокалом займись, ты вон, поешь фальшиво. Жан, в чем дело? То есть ты не поговоришь с отцом? Вот когда встанет вопрос о твоем отчислении, вот тогда поговорим. Я выброшусь из окна. Жан, что ты глупости говоришь, а? Я выброшусь из окна. Ты что, с ума что-то сошла, а? Ветер и волна, берег и луна, и пускаем время вспять опять. Мысли унесет в голове полет, новое дыхание придет. Просто улыбнись, счастьем поделись, и взлетая высь к облакам. После дождя будет радуга, после заката рассвет. После зимы будет радовать летний и жизненный свет. Субтитры создавал DimaTorzok все будет нормально, все будет хорошо. Тихо, 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 успокойся, ну хватит плакать в конце концов. Жан, тихо, слышишь? Спокойно, все, все хорошо, все нормально. Ты поговоришь с отцом? Поговорю, поговорю. Оксана Мироновна, я не сомневаюсь, что вы легко решите вопрос с Жанной. Ну да, конечно, мне нужно избавиться от этой девчонки, не послать ее куда-нибудь подальше. Какие новости? Главная новость ждет вас в вашем кабинете. Бритнес-Перс, Мадонна. Если бы. Катрина с группой Сенсация. Опять денег просит. Как они меня все достали? Она по другому вопросу. А вот плакать совсем не нужно. Здравствуйте, Татьяна Ивановна. Николай Павлович, вот неожиданность. Лежите, лежите, лежите. Это вам. Ой. Тут еще вот гостинцы. Ой, да сколько же вы всего накупили. Как неловко. Ну зачем же вам было беспокоиться? Зачем вы это? Вам надо поправляться. Да. Печенье, мое любимое. И груши. Вы прям как знали, надо же. А я печенье тоже очень люблю. Я их всегда покупаю. Груши тоже мытые. То есть можно есть. Ой, а вы цветочки не поставите туда в вазу? А, конечно. Конечно. Ну надо же, у нас с вами оказывается вкусы одинаковые. Какое совпадение, да? Самочувствие как? Врачи-то что говорят? Да помаленьку. Вот операция скоро. Ну и прогнозы какие? Ну, врачи говорят, беспокоиться не о чем. У них же эти операции уже на поток поставлены. Ну дай бог. Мы в школе вас заждались. Повару нужен хороший. А Любовь Кирилловна что, она уволилась что ли? Да нет работы. Спасу от нее нет. Ребята жалуются. Сыреньки подгорелые. Компот без сухофруктов. Вы специалист. Классный, отличный. Я вам соус товар к сушам до сих пор забыть не могу. Объедение. Что вы мне прямо в краску вогнали. Николай Павлович, я вам обещаю. Я вот выпишусь, я вам такой пир горую строю. Я обожаю готовить. Синя, ты на урок-то идешь? Да, да. Сейчас статью дочитаем. Опять про свои автогонки? Ну да. Я, кстати, на процессе решил себе образ автогонщика взять. Ну это и понятно. Я правда не знаю, что ты в них нашел? Ты ничего не понимаешь. Там же целая философия. Какая? Газ в поле. Привет. Мне только кажется, что там пилот один на один с машиной и соперниками. А в итоге результат гонки зависит от сплоченности всей команды. О, а вот это как раз очень не хватает в нашей группе. Да, а они ведь иногда даже собственной победой жертвуют ради того, чтобы команда была первой. Ну ты знаешь, ситуации на самом деле разные бывают. Например, у кого-то машина прокачанная на миллионы, а у кого-то послабее. Естественно, выиграет тот, у кого машина прокачанная. Да вот и нифига. Я думаю, что если дурака за такую машину посадить, он выиграет. Ха, как бы не так. Как шумахер, думаешь, если было бы таким, он бы выигрывал. Там же надо голову иметь, надо уметь разрабатывать стратегии. Ну ладно, а ты костюм где-то возьмешь? Ну как, Ларина же сказала, если нам что-то понадобится, нам все дадут. Ты-то, кстати, все образы придумал. Ну да, мне вообще с детства нравились вестерны. Я думаю, я буду копой. В общем, питаться надо шесть раз в день. Я поняла. Шесть раз в день. Слушай, у нас так никаких денег не хватит, питаться-то. Да и в магазин замотаешься, бегать. Да нет, порции-то должны быть маленькие, небольшие. В этом же заключается суть дробного питания. Там утром можно кашку и фруктик. В обед можно стакан кефирчика. А вечером можно котлетки паровые. Простите, а жареные котлеты можно? Можно, если скоро на тот свет собираетесь. А я вчера пожарила. Лед, да не пугайся ты. Всю жизнь ели ничего, нормально. Много ты понимаешь. Лучше послушай, что умный человек говорит. Да, кстати. Порция, она должна быть размером с ладушкой. Ага. Слушай, муравью мало пообедать. Тебе бы только объедаться. Скажите, а если я так буду питаться, я смогу похудеть на 15 килограмм? Сможете. Вы упражнения делаете? Нет. Калерия, ну и вы, наконец, должны принять решение. Ну, хотите вы ребенка или нет? Ну, что вы как дети? Ну, ведь искусное оплодотворение, это же не шутки же. Да я все понимаю, конечно, конечно. Нет, мы хорошо подумали. Я хочу ребенка, и муж тоже очень хочет. Мы сейчас все окончательно решили, мы готовы. Ну, раз вы все окончательно решили, тогда ваш супруг должен пройти у нас обследование. Мы сравним результаты анализов. И если нет никаких отклонений, мы назначим процедуру ЭКО. Хорошо, хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, ладно, тогда. А вот сейчас мне нужно что-нибудь попринимать? Мать... Ничего принимать не нужно. Главное, как можно быстрее приведите сюда вашего супруга. Хорошо, конечно. Конечно, спасибо вам большое. Всего доброго. Тогда до встречи. До скорой встречи. Спасибо. Чем ты раньше-то думала? Какой у тебя срок? Четвертый месяц. Надо было сразу ко мне бежать, как пуля. О чем ты думала? Чего высиживала? Я не знала, что я беременна. Я думала, но устала, отравилась, чем только потом пошла к врачу. Блин, я же говорю, что никаких беременностей. Да хоть на голове, стойте. Даже дети в школе знают, что такое контрасепция. И что мне теперь с тобой делать? Я могу и шаботом работать. Да ты что? В этом балдахоне. Балахоне. И как ты собираешься это делать? А может быть, ты мне родишь во время концерта? Я могу еще несколько месяцев поработать, потом... Потом через две недели выйду после того, как рожу. Я смогу. Значит так, короче, ты мне выплачиваешь неустойку, и мы с тобой разбегаемся. И каждый живет своей жизнью. У меня нет таких денег. Хахали своего попроси. У него тоже нет. Отец ребенка бывший участник группы подковок. Много пил, сейчас есть в долгах. Нет, ну ты что, ненормальная, а? Марина, звони юристу. Хорошо, Центрин. Сейчас будем разбираться. Вы знаете, вам бы подошли упражнения по методу Комарикова. Я вам их как-нибудь потом их покажу. Вы знаете, одна моя знакомая, понимаете, так она 60 килограмм сбросила. Занимаясь вот по этому методу, ее вообще никто не узнает. Ее даже на проходной не пускают. Не верят, что это она. Надо же. Да. Еще бы вам подошел массаж. Чего? По методу Ляшкина. Это что такое-то еще? Это вот, это вот, когда вас кладут вот так вот на кушетку и начинают вот так вот работать с проблемными местами. Вот так. Батюшки. Ну, Сенок, Сенок, не нужно тебе худеть, понимаешь? Да не нужно. Ты и так у меня красивая, как березка. Завер Дахамедович, а вы умеете делать массаж? Да. Ну, мне, в общем, на урок пора. Ты чего, а? Ты чего творишь-то? Чего ты мне кокетничаешь-то, глазки свои строишь? Ты чего, тревнуешь, что ли? Я? Тоже мне скульптор женского тела. Зураб Целетелевич. Его зовут. Заур Нахапетович. Давно бы пора запомнить. Чего такое? Динуль, ты мой галстук не видела? Я опаздываю совсем. А, вот он. Все, нашел. Ты сегодня дома? А? Нет. Толк себя чувствуешь? Не знаю. Может, в театр пойдем? А? Вечером. Пойдем в Маяковку. Не, в Маяковку не пойдем. Пойдем в современник. Я билеты куплю. Вон, эскизы чего-то забросила. Что, не сработалось с заказчиком? Да, не сработались. Жалко. Интересная работа была. Ну, ничего, они еще жалеют будут. Дин, ты что? Дин, ты что, плачешь? Нет, у меня акклиматизация. Да уж. Акклиматизация. Ну, что я должен сделать? Что мне надо сделать, чтобы ты перестала думать о них? Ну, скажи. Ну, давай за границу уедем. Давай я тебе объект найду. Дизайном займешься, Дин. Дина. Ну, ты слышишь меня? Дина. Слушай, давай вечером поговорим. Я спать хочу. Да. Здравствуйте, Игорь Алексеевич, здравствуйте. Ну что, я у Татьяны был, да, был. Большое спасибо, Николай Павлович. Вы меня очень выручили. Как она там? Что врачи говорят? Скорая операция. Серьезно. Татьяне будут делать шунтирование. Но она молодцом, не унывает. Так бодро держится. Выглядит неплохо. Хороший уход. Да вы не волнуйтесь пока. Пока все. Николай Павлович, у меня к вам огромная просьба. Вы не могли бы через пару дней зайти к ней? Ну, узнать, что там и как. Может, им деньги нужны, помощь. Я волнуюсь. Да, конечно, без проблем, без проблем. Конечно, я зайду. Спасибо. До свидания, Николай Павлович. Дифференциальное уравнение – это уравнение, в котором неизвестна является функция от одного неизвестного переменного. Причем в это уравнение входит не только сама неизвестная функция, но и ее производная различных порядков. Термин «дифференциальное уравнение» был предложен Лейбницем. Первые исследования уравнений были произведены в конце XVII века в связи с изучением механики нескольких и геометрических задач. Дифференциальное уравнение имеет большое прикладное значение, являясь мощным орудием исследования задач естествознания и техники. Они широко используются в механике, астрономии, физике и многих задачах химии и биологии. А скажите, пожалуйста, а в музыке дифференциальные уравнения используются? Так, тишина, тишина в глазе. Что за реакция такая? Не смешно, Кожевников? Запишите уравнение. Кто дежурный? Ратов, почему ты доску не подготовил? Ратов, я тебя спрашиваю. Дай, 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 дай сюда. Я хочу быть дятлами. Ратов, ты действительно будешь дятлами, если ты не будешь учиться. Ну-ка, иди к доске. Пиши уравнение. Вот это вот уравнение, пожалуйста, записывай. Юрица звонила? Да, он сказал, что здесь дело настолько деликатное, что если мы не хотим огласки и шумихи, то лучше просить ей долг отпустить на все четыре стороны. Ну как же это так? Она же нарушила условия договора. Понимаете, он сказал, что Катрин может подать в суд, там начнут копать и выяснят, что вы заставляли работать артистов как негров, ненормированные графики и так далее, и дело может сложиться не в вашем пути. Ну, в общем, он прав. Я ему сама позвонила. А ты собиралась куда-нибудь? Да, я должна поехать посмотреть квартиру для Нины, вы меня просили. А, ну да, конечно, я совсем забыла. А когда Нина приезжает? Я сама не знаю, она сама не может определиться со своими планами. Я в школе. Надежда, ну-ка, иди сюда. Чего? Вот это что такое, а? Вы что мне тут ночью понатоптали? А убирать кто будет? Так бери тряпку и все вытирай. Сели на мою шею, двоишь девенца. Мам, ну что ты кричишь сразу? Сейчас я уберу. Ну, вчера пришли, поздно не успели. Откуда пришли? С завода? Со второй смены? Все по киношкам шляете? Здесь, да? Киношки, кафешки. Так, когда будет ремонт сделаешь? Ремонт будет, когда денег дадите. Денег дадите? А ты мне этот план, проект предоставил? Откуда я знаю? Может, ты хочешь мои стены в черный цвет покрасить? Ой, мам, ну что, сумасшедший, что ли, а? Лодырь он, лодырь. Да вы мне сами смету не даете. Как я план составлю? Да достал ты мне с этой сметы. Приду вечером и сделаю. Да вы каждый день обещаете. Я работаю. А вы, в отличие от меня, сидите дома. Что, я дома сижу? Мам, да я работаю с утра до вечера, у меня в какой-то веке выходной. Если выходной? Давай-ка, дочка, займись хозяйством. Вон, окна вымой и занавески постирай. Ну что, молодец. Тебе дело на целый день, я все из-за тебя. Ну а я-то что, я что, от ремонта, что ли, отказываюсь? Да при чем здесь ремонт? Сидишь своими днями дома и вообще ничего не делаешь. Ну и как? Долго ты собираешься этим заниматься? Да я пока не думал. А вот я думала. Не вернуться ли тебе обратно в школу? Так, пожалуйста, записываем все домашние задания. Параграф 17-й, номера 5-й, 6-й, 7-й, 8-й. Все определения из параграфа знать наизусть. Кто не будет знать, сразу к директору, сразу с утра буду спрашивать. Понятно? До свидания, Найта. Отвратите, мы сегодня занимались. До свидания. До свидания, Даня. До свидания. Марс, слушай, ну так что-то ты придумал себе опыт? Ну и придумал. Что толку? Может подводить, он мне что-то даст. Ты что, из-за Борзона так расстроился? Справишься свою двойку? Почему здесь двойка это? Я вообще больше переживаю за Ларина. Вообще, мне кажется, что это все пустое. Вот зачем это нам? Так, я не понял. Что это еще с изображением в массах? Ребята, мы сами говорили, что у нашей группы нет стиля. Давайте займемся этим. Ну, а фотосессия нам это зачем? Ты что, не понимаешь? Это норма для любого артиста. Ты хочешь сказать, тебя сфоткуют сейчас на мобильник и сразу все, на афишу, на гастрольный тур? Может, ты подумаешь, Лариной наши фотки для афиши нужны. Я вообще не понимаю, зачем они. Слушай, раз будут делать, значит нужны. Ей-то лучше знать. Ну, Ларина, я так бы тебе соскучилась. А когда ты приедешь? Вот и даешь. Квартиру тебе нашли, да. А вот я скажу, это секрет. А вот приедешь, сама увидишь. Да-да-да. Ты мне только обязательно позвони, как только приземлишься в аэропорту, ладно? Я сама за тобой приеду. Ну, или машину пошлю. И даже не думай, какой такси? Это тебе не Лондон. Ну, ладно, все, пока. А, нет-нет, подожди. Ты мне духи привези из Дьюти Фрея. Ну, ты знаешь, какие. Да. Угу. Ну, и папе что-нибудь. Да, он будет рад. Ну, окей, моя любовь. Бай-бай, дарлинг. Бай. Ты хочешь? Давай. Слушай, Ром, а что мы с нашим треком будем делать? Из-за этой шумихи с Лариной все заглохло. Почему заглохло? Я над этим работаю. Серьезно? Ну, да. Слушай, я подумал, аранжировку надо сделать клубную. Да это мысль. Ну, я уже клубной музыки накачал. Полокин, Пол, Маркус, Шульц. Ой, а мне сбросишь, я тоже послушаю. Да не вопрос. Спасибо. Кир, привет. А можно тебя на минутку? Я бы с тобой поговорить хотела. Да, конечно. Пойдем лучше в библиотеку. Да, хорошо, держи. Спасибо. Добрый день, коллеги. Привет, Сергей Юрьевич. Добрый день. Что вы читаете? Психология отношений. Мужчина и женщина. Существа с разных планет. С разных планет. Угу. Ну, и как удалось? Постичь тайны женской души? Ну, боюсь, что это невозможно. Как сказал один классик, не помню, к сожалению, как его зовут, есть два способа управления женщинами. Но мы их не знаем. А-а. Неужели все так плохо? Ну, знаете, наверное, это печальный жизненный опыт. Как говорится, сэ ля ви. В вас говорит пессимист. А жизнь, она преподносит и приятные сюрпризы. Вот я, например, встретил недавно девушку, с которой 10 лет просидел за одной партой. Она работает в театре. Актрисы? Нет, она администратор. Ну, она пригласила меня на премьеру спектакля. Маргарита Дмитриевна, вы не хотите сходить на премьеру? Ну, я даже не знаю. Меня же не приглашали. Достать еще один билет, это не проблема. Тем более, она администратор. А какой ей спектакль? Иркутская история по Арбузову. О, Шеня, может быть, вы можете поговорить с вашей подругой, администратором? У нее найдется еще один лишний билетик. Я бы тоже с удовольствием сходил. Я уже очень давно не был в театре. А я спрошу. Отлично. Ну, так как, Маргарита Дмитриевна, вы пойдете? Ну, ладно, пойду. Раз приглашается. Кирочка, в первую очередь я хочу сказать, что я не собираюсь читать тебе никакие нотации. Я понимаю, что ты взрослый человек и сама вправе решать, как поступать. Тем более, я тебя очень хорошо понимаю. А такое трудно понять. Почему же у меня в жизни была похожая ситуация, когда меня предали два очень близких человека? Вас родители бросили? К счастью, нет. Это была немного другая ситуация. Понимаешь? Это произошло еще давно, еще в институте. У меня была подружка Лена, очень близкая. Мы с ней помогали друг другу, делились секретами. А на пятом курсе за мной начал ухаживать мальчик Витя. Очень красивый, высокий, мужественный, интересный. Потом Витя мне сделал предложение. Мы с ним подали заявление в ЗАГС. Свадьба должна была состояться. Я уже платье купила, очень красивое. Такое длинное, со шлейфом. Ну, потом... Он вас сбросил? Ну, почему же нет? Просто я узнала, что Лена с ним встречается. Конечно, я сначала не поверила, но потом увидела сама своими глазами, как они... как они целовались. У меня просто земля из-под ног ушла. Неделю я ревела, ни есть, ни пить не могла. Словом, было мне очень плохо. Ну, потом она как-то успокоилась и поняла, что нужно делать. Вы решили им отомстить? Да нет, почему же. Я просто поняла, что нужно их простить и постараться забыть. Да как простить? Они же с вами так поступили. Ну, значит, так было нужно. Ты знаешь, Кира, я уверена, что в жизни очень важно уметь прощать людей. Диноль, ты дома? Слушай, у меня для тебя очень приятная новость. Сейчас узнаешь, упадешь. Я сегодня с Костиком встретился. Он новый бизнес замутил. Представляешь, ресторан открывает. И ему новый дизайнер нужен, а я тебя предложил. Вот. Слышь, Дин, а главное, можно очень хорошо заработать. Главное, что там. Где у них проворот? Дина. Я-то слышу, Дина. Ну, Саш, ну отстань, я спать хочу. Маргарита Дмитриевна, какие у вас красивые туфли. Они так вам подходят? Правда? Спасибо. Вот, недавно разорилась и купила. Дорогие, но ужасно удобные. Очень, очень, очень подходит. А где вы купили? В Мегасфере? Да. Вам бы еще сумочку такую. Я такую там видела. Да, я ее тоже видела, но она уж слишком дорогая. Я на туфли-то еле наскребла. Не беспокойтесь. У меня очень хорошие скидки в этом магазине, как постоянного клиента. Это вам. Ой, спасибо. Только я ведь после зарплаты смогу купить. Я бы вам потом вернула. Не беспокойтесь, Маргарита Дмитриевна. Берите, берите. Я хотела с вами поговорить. Да. Вы не могли бы изменить расписание? Изменить расписание. Я с ним так много возилась. Да и потом Николай Павлович его уже утвердил. Не беспокойтесь. Я с ним поговорю. Я просто очень хочу, чтобы мои ребята занимались основными предметами с параллельным классом. А специальными предметами после всех остальных уроков. Расписанием творческих предметов я займусь сама, а остальное за вами. Хорошо, я все сделаю. Маргарита Дмитриевна, я знала, что на вас можно положиться. Мне так нравится, что вы идете мне навстречу. Я человек новый. Никого не знаю. Мне так приятно, что мы нашли с вами общий язык. Да? Да. Привет, мама. Привет. А откуда букет? Томика забегала? Нет. А кто? Отец приходил? Да, боже упаси. В жизни не догадаешься, кто меня навещал. Мы кто? Николай Павлович. Савченко? Представляешь, какой хороший человек, какой внимательный. Помнит меня. И соус, который я им тогда приготовила, тоже помнит. Опять меня на работу звал. Все еще нужен им хороший повар. Мам, тебе еще операцию не сделали, а ты все на работу рвешься. И не говори. Он мне так настроение сегодня поднял. Зря, зря ты все это притащил. Я не съем это никогда в жизни. И он мне вон целую сумку приволок. Мам, может, ты ему нравишься? Да ну, будет тебе. Лучше расскажи, как вы там с Тони? Справляетесь без меня? Ой, да у нас все хорошо. Тонька целыми днями в школе пропадает. У них там какая-то сейчас новая продюсерша заправляет. Прослушивание им устроила. Говорит, что в новый класс не все попадут. Да как же? А значит что? Тоня тоже может не попасть? Да не переживай. Тонька у нас такая упорная, она точно попадет. Так. Цаурных обед. Что случилось? Ой, Маргарита Дмитриевна, а я тут, я тут прикорнул немножко. И я всю ночь матч смотрел, там прямая трансляция, ну и не выспался. За кого же болели? За наших или за немцев? Не, ну как за наших, конечно. А вы что, тоже спортом увлекаетесь? Я? Да. Раньше плавнем. А сейчас только югой. О, как здорово. А мы, мы, мы не знакомы. А вы наш педагог тоже, да? Это Оксана Мироновна Ларина, продюсер нашего музыкального класса. А это Заур Нахапетович, преподаватель физкультуры. Нет, очень приятно. Ой, сколько вас грации. Сразу видно, что вы занимаетесь спортом. А я не могу своих коллег уговорить утром зарядку делать. Да, у нас такой прекрасный зал тренажерный. Вы к нам обязательно приходите. Я вам покажу гимнастику по методу Комарикова. Комарикова? Комарикова. Ну а почему не прийти? Приду позанимаемся, да? Да. Ну а сейчас я пойду. Всего хорошего, спасибо. До свидания. До свидания. Молодой Комарикова. Какая женщина. Ремонт делали пару месяцев назад. Капитальный. Тут были стены неровные, потолок был в кошмарном состоянии. Ну а сейчас все в порядке. Окна пластиковые, звукоизоляция хорошая. Да и район приличный. Да. А мебель говорите новая, да? Зато итальянская. Ладно. Думаю ей понравится. Ну и отлично. Ну что, тогда я документы забираю, потом привезу, вы их подпишите. Хорошо. Могу ключи оставить? Да, оставьте, потому что Нина прилетит через несколько дней и сразу приедет сюда. Вот ключи, здесь от домофона и все остальные. Да, кстати, в соседнем дворе стоянка имеется. Если вам нужно насчет места для машины договориться, могу телефон человека дать, он все решит. Нет, она и без машины, ей мать не разрешает водить. Понятно. Ну что, я здесь еще задержусь, все посмотрю. Хорошо. Тогда до встречи. Счастливо. До свидания. Алло. Да, я уже на месте. Ты можешь приехать? Хорошо, жду. Николай Павлович, я думаю, что будет разумнее, если мои ребята будут проходить общие предметы с параллельным классом. И всего-то 8 человек, так что легко объединить два класса. Тем более, что им будет очень полезно не только тесное общение внутри класса, но и с другими ребятами. Это неплохая мысль. Нет, правда, хорошая мысль. Вот только надо с Маргаритой Дмитиной поговорить. Расписание-то придется переделывать. Она так болезненно реагирует всегда. Да нет, что вы, я уже с ней поговорила, она согласилась и все переделает. Ну, отлично, отлично. Я-то за, я за. Очень хорошо. У меня еще один вопрос. Да. Послезавтра я хочу провести фотосессию с ребятами. Вы какой-нибудь класс могли бы порекомендовать? Мне нужно вынести мебель, освободить стены. О, класс. Подождите, а зачем класс? А актовый зал, он что, не подходит? Там же просторно, там можно провести прекрасно фотосессию. Прекрасно. Вот что значит директор школы. Как же с вами приятно иметь дело. А это что? А это вам. За ваши хлопоты. Возьмите, возьмите. Вы меня с кем-то перепутали. Я директор школы. Директор государственного учреждения. Именно государство выделяет мне зарплату, премию. Так что, пожалуйста, Николай Павлович, не поймите меня неправильно. Я ни в коем случае не хотела вас обидеть. Я просто все больше и больше убеждаюсь в том, что такие люди, как вы, большая редкость в нашей жизни. Раз. Два. Три. Четыре. Шшшш. Так. А вы разминку делали? Какую разминку? Ну как же. Перед тем, как начать отжиматься, нужно обязательно сделать разминку. Давайте я вам сейчас покажу. Не надо. Не надо. У меня просто ручка упала, я ее поднимал. Вот она. А, а я-то думал, что вы решили спортом заняться. Да не надо мне заниматься. У меня с этим все в порядке. Вижу, вижу. А хотите, я вам одну притчу расскажу? Чего? Притчу. Расскажите. Один мастер со своим учеником отправились путешествовать. Но на окраине деревни им повстречался правитель. Правитель решил, что они вышли для того, чтобы приветствовать его и проводить в деревню. Сказал. Ну что вы, что вы, не стоило так беспокоиться. Нет, отвечал ученик. Ваше Величество, мы собрались путешествовать, но если бы мы знали о вашем визите, мы бы непременно вышли для того, чтобы встретить вас. А зачем он так сказал? Вот. Точно такой же вопрос задал мастер своему ученику. Он сказал, а зачем ты сказал, что мы не собирались его встречать? Ну как же, отвечал ученик. Ведь нам бы тогда пришлось его обмануть. Нет, сказал мастер. Тогда бы он сам себя обманул. Ну что, как идет подготовка к фотосессии? Если будет нужна какая-нибудь помощь, не стесняйтесь, обращайтесь. Скажите, а когда у нас начнется вокал? Мы так уже долго ждем педагога. Мы музыкой хотим заниматься, а у нас одна алгебра. Ребята, не волнуйтесь, все будет. Я как раз сейчас подыскаю вам отличных педагогов. Давайте я запишу ваши пожелания. Педагога по народным танцам. Да, еще было бы неплохо у педагога по ударным инструментам. А тебе-то зачем педагог? Ты же умеешь играть. Я хотел бы позаниматься с профи, тем более техника у меня не идеальная. У кого, например? Ну, в идеале, конечно, Ларса Ульриха. А кто это? Это что? Это будет барабанщик группы Металлик. Сильно-то загнул. Можно мне тогда бьемся на уроке вокала? Ладно, я постараюсь тебе найти барабанщика. Можно? У меня еще вопрос. А у нас будут уроки по визажу? Да ты сама эти уроки давать можешь. Хорошо, я все записала. Есть еще вопросы, пожелания? Нет? Тогда все. Спасибо. До свидания. Жанна, задержись, пожалуйста, на секундочку. Завтра в 10 часов утра я жду тебя у себя в офисе. Дорогу знаешь? Да. Ну, отлично. Вот и договорились. С уроков я тебя отпрошу. Пожалуйста. Парень, повтори. Да, без проблем. Ну, за нефтяников. Может, вам закусочки? Запомни, сынок. Настоящие мужики никогда не закусывают. Ты лучше мне вот что скажи. Где у вас тут улица... Как ее? Сейчас, секундочку. Улица... Волково. Волково? Волково это далеко отсюда. Только на такси. Ну, дорого, правда. Ерунда, деньги не проблема. А что там на Волково? Да девушка там одна живет. Хорошая. А не одна невеста? Да нет. Мы вчера только познакомились. Я тут в командировке, все второй день. Ну, вчера гуляю по центру, магазин один ищу. Мне жена туфли заказала, как в журнале. Ну, зашел в один бутик. Ко мне подходит девушка. Неземной красоты. Продавщица? Да нет. Она тоже покупатель. Она подходит и говорит. Хотите, я вам туфли могу выбрать? Я на нее глаза поднял. Я даже речи потерял. Она такая... Потом мы с ней в ресторан пошли. Она мне это сдала. Костя пригласил. Ну, я ей эти туфли подарил. Жена перебьется. Когда мы поедем на Мальдиву? Скоро. Скоро. С делами разберусь и поедем. Только обещаешь. Да дело навалилось, не проворот. Оксана еще с этими пионерами завязалась. Включила доильный аппарат. Только успеваю подписывать. То туда, то сюда. Деньги. А она тебе уже говорила о Кате из группы Сенсация? Нет, а что там? Ты что, не знаешь? Знать не хочу. Подожди, там такая новость, закачаешься. Ну? В общем, этой Кате скоро рожать, а денег на неустойку у нее нет. Погоди, а юристу звонили? Звонила сегодня с утра. Он говорит, что ее проще без денег отпустить. Че, она с ума сошла, что ли? Без денег. Я говорил ей, надо связываться с бабскими коллективами, а. Особенно берут вот этих 17-летних блондинок. У них же мозгов-то нет. Скажи, а если бы я от тебя забеременела, ты бы меня тоже попросила не рожать? Вот это у меня девочка умная, да? Ты бы таких глупостей не совершила, да? Ну, не сейчас. А когда ты уйдешь от Оксаны? Че ты как-то духу у вас здесь, а? Музыки никакой нет. Ты поставил бы что-нибудь. Ну, у нас музыка только по вечерам. Ну, живые выступления. Да ладно. Ну и кто вас поет? Группа одна. Алабама. 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 Че-то я не слыхал такого. Ну и как поют? Не знаю, мне сложно судить. Я сам в этой группе играю. Че ж ты молчал-то? Слушай, а спой? Прямо сейчас что-нибудь, а? Да вы что? Я не могу, я на работе. Хозяин увидит, он меня убьет. Пацан, я заплачу. Деньги есть, вот. А, я даже не знаю, как. А че спеть? Ну, че спеть? Про любовь? Привет. 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 Испугалась? Ладно, так заикой можно оставить, конечно. Ну, извини. Что ты делаешь? Я музыку слушаю. Можно? Да, конечно. Держи. Папа. Че ты смеешься? Ну, только же никто не танцует. Да? Ну, я же на танцы не хожу. Не на танцы, а на дискотеку. Простите, пожалуйста, мой темный я. Ничего сойдет. А хочешь, я тебя научу каким-нибудь милым простым движением? Давай, только я боюсь, что мне это не понадобится. Давай лучше вальс. Вальс? Ты что, под эту музыку? Нормально. Давай. Раз, два, три. Папа, ты очень околочный. А теперь лунная походка. Папа, я очень очень люблю. Я тебя обожаю. Я тебя тоже очень люблю. Ой, папа, правда, нам с тобой очень хорошо вдвоем. И нам больше никто не нужен, да? Я у тебя хотела еще попросить прощения за то, что я тебе столько всего наговорила. Я была неправа. Прости меня. Нормально. Брызги света бьют в глаза, Весенний ливень обжигает небо, теплая слеза. Внутри дыхание разрывает, закипает в жилах кровь. Идут секунды в тишине, Весенний ливень обжигает небо. И обнажается любовь, И, наконец, она во мне Весна. Весна. А наш пострел везде поспел. Да, Гудсон зря время не теряет. Спасибо. Ну, парень, ты даешь. Прям бальзам на душу. Вот, вот, молодец. Вот, молодец. А это кто? Откуда я знаю? На, держи. Честно заработал. Спасибо. Так держать. Ты все время говорил, у нас талантливая молодежь. Ладно, я на Волково полетел. Черт, это дорвется. Удачи вам. Спасибо. Ну, давай. Заходите еще обязательно. Спасибо. Я разберегил душу. Здорово, пацаны. Здорово. Здорово. Привет. Что, по спецзаказу работаешь? Да нет, называется, честно или ладно? Пацаны, вы что, гоните, что ли? Мужик попросил спеть. Деньги хорошие заплатил. А мы еще переживали, что у нас в группе нет командного духа. Да уж. Вы что, с ума сошли? Мы разделим это все поровну. На всех. Здесь тысяч пятьдесят. Пятьдесятки каждому. Так, давайте, каждый свою долю мешает. Не, не, оставь у себя лучше. Пусть будут у меня. Я положу их в сейф. Кому надо, идет и возьмет свою долю. Это конец. Что случилось? Он мне выгоняет. Я тебе вся обзвонилась. Почему ты так долго не открывала? Я не слышала. Что значит не слышала? Пуглицу застегни. Ты что, спала, что ли? Или ты здесь не одна? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА